Добрый день, Никита. Добрый. Продолжаем небольшая часть всего, у нас последний ток. Как вы думаете, что выступление команды в нашей четвертой? В принципе, выступления неплохие. Немножко чего-то не хватает, наверное, сил, подобное, в том плане, что маленькая скамейка запасных. А так, в принципе, выступления неплохие. Вы можете представить, что на развитие команды как-то оценят шансы Пакера, что можешь сказать для соперника? Шансы у всех равны. Нужно играть в свою игру. Ну и другие команды, тоже не мальчики для питья, нужно сражаться. Поставил Пакера, ты уже выигрывал в 2013 году. Много листок, который изменилось? Можно ли провести параллельный спортизан? Изменилось. Да много людей поменялось в команде, омолодилась команда. Старичков осталось немного. В принципе. Параллель провести. Я думаю, навряд ли, потому что тот состав, который играл в том... Ну, в 2013 году в сезоне совсем другой был. Ребята были возрослее, были более обучены. В этот, как бы, сейчас мы играем более молодым засталом. Сухой уже тогда приходилось играть. И насколько это другая команда сейчас? Пакера сейчас усилилась очень сильно. Ну, относительно сильно, в принципе. Она готовится, наверное, к выходу к Суперлиге. Вот. Как бы половина игроков осталась, половина прибавилась в других городах. Есть опытные игроки, которые ведут команду. А что может быть на ООР номер два? ООР номер два. Ребята, что они собраны со всей страны, в Москве. Весь 94-й год играет. Неплохие ребята, бойцы бьются, лучше сражаться. Да, нормальный соперник. Ты давно выступаешь за главную команду город. А как начинался мой путь в Гонгбол? С Уша номер пять. Пришел тренер, мой первый Мишин. И набрал нас секцию Гонгбола. Вот так и начался первый путь в Гонгбол. Есть ли такие слова или совет первого тренера, что на себя относительство было? Да, в принципе, такого не было. Я же говорю, нас всех учили жить коллективом. Скорее всего, просто жить коллективом. Команда эта двое, как второе двое. Вот она самая, наверное, главная слова. Ну, наверное, когда стала консервная команда, на консервную команду, на консервную команду здесь? Как бы, я сразу помню. Помнишь, что он первый сезон в составе «Апата»? Сколько игрового времени у тебя получаешь? Очень мало, если честно. Да, помню. Нас начали привлекать, наверное, в 2004 году. Мы в «Оре» учились в Ростове. Немного времени были старшие ребята, которые нас тоже обучали. Еще мы, ну, не знаю, наверное, скажем так, что неопытные были. Ну, Владимир Славович нам давал, в принципе, достаточно времени для молодых ребят сыграть, показать, проявить им. Ну, в тот момент, когда я играл за Ростов, за детскую команду, да, и за «Доконтрол», в принципе, все стремились попасть в эти чеховские «Медведи». Меня пригласили, я поехал. Ну, что, там очень жесткий отбор. Здесь группа, допустим, 50 человек, остается пару человек. То есть, его нужно только проехать. Мне не удалось его пройти, потому что там не получилось. Ты был в составе «Медвежской сборной» вообще? Да. У него было до отъезда в Чехов или до? До отъезда в Чехов уже начали, да, у нас приглашают в сборную. Как быстро вернулся из Чехов в Тагангар? Где-то я там пробыл чуть больше года, и вот и вернулся. Тагангар в Санкт-Петербурге – это было достаточно давно, вот в регионах возникают финансовые сложности. Были ли предложения из любых команд? Было ли желание попробовать себе из любых команд? Были предложения, были... Было желание попробовать себе из любых команд. Но, как бы сказать правильно, мне, наверное, лучше всего дома. Вот так и так. Не секрет, что игрокам Факова приходится как-то крутить зарабатывать. Чем приходилось заниматься, по-моему, от отъезда? Приходилось шабашить. Приходилось и на заводе немножко подработать, где-то чего-то как-то. Финансовые трудности, сами понимаете. Это финансовые трудности. Как удается совмещать тренировки, работу и личную жизнь? Владимир Аславич нам сейчас сделал по одной тренировке в день. В связи с финансовыми проблемами мы утром подрабатываем, вечером тренируемся, вот так и совмещаем. Однажды в твоей карьере был длительный период. И с чем это было связано? Почему ты все-таки вернулся? Травмировал. Колено травмировал. Залечил колено. Я не собирался. Как близкие относятся к тому, что ты продолжаешь играть, но что-то еще не помню. Близкие поддерживают меня. Они знают, что я очень сильно люблю этот отцепок. Они мне говорят, что все будет хорошо, все будет прекрасно. Они не противятся. У нас еще рано было завершено. Задумывался ли ты, чтобы после, может, скажи, отбросил, получился этот тренинг комиссионер? Естественно, иногда задумывался. Пока я не хочу об этом думать, хочу дальше играть. Что можешь сказать про состояние конбола в стране? Как ее выступление сборного на чемпионате? В принципе, команда нашей сборной создана неплохо. Чего-то не хватает. Там не хватило чуть-чуть в одной игре, в другой чуть-чуть не хватило. По мячу проиграли. Не знаю, мне нравится. Сейчас омолотили более или менее нашу сборную. Что-то им не хватает. Это уже, наверное, тренерская такая. Это не на работе. Я уже не могу сказать. С точки зрения инфраструктуры. Мог ли в Паганроге по сравнению с другими инфраструктурами? И что там может быть окрасной поддержкой? Насчет большей лиги, насчет инфраструктуры я не знаю, как сказать. Уфей сейчас более или менее финансированный и развитие неплохое. У нас же в Паганроге много разных заводов и тому подобное. Почему-то, не знаю, не хотят от преддверия движется к спорту. А котельщики что могу сказать? Котельщик на свое время спонсировал, поддерживал. Ну, я как понимаю, в связи с тем, что приходят новые директора, и они меняются постоянно, очень тяжело работать. Каждый раз новым человеком объяснять ему, потому что есть вот такая как Байкл, которую раньше спонсировал. Не знаю, почему, но так он происходит. Известно, что в футболе качество игры, иногда может сильно зависеть от состояния мозга. А как это, в Гонболе, от своего дела? Есть ли разница, почему? Разница? Есть у нас, допустим, паркет, есть у нас резиновая большая. Паркет – это одно покрытие, паркет – это другое покрытие, в принципе, одно и другое. Какие были самые крутые инфраструктуры для этого, которые приходили с калькуровать? Это все-таки, наверное, Чеховские медведи, Кермские медведи сейчас. Это, наверное, два, Питер, это три топовых клуба в суперлигах. Я как бы с ними не стал. Вы играли по сборной в чемпионат Балтии СНГ. И была такая великолепная история, что приехали предыгрок, было много болельщиков. Мы не поняли, почему. Было много репортеров. Но в течение матча остановили время, взяли таймал. И в зал зашел Владимир Владимирович. И мы тогда все очень были удивлены, что президент сидит на трибунах, приехал на финал чемпионата Балтии. Мы эту игру выиграли в эскурсах, взяли золотые медведи. Вот эта игра мне больше, но этим золотые. Слушай, если ты музыка, то в раздевалке перед играми. Какая музыка в России? Ну, вообще, разнообразно, если бы слушать. Как-то не сильно увлекаюсь этим всем делом. Ну, в раздевалке нет, а в машине, когда еду на игрунке, когда люблю послушать громко музыку, как бы подбодрительно. Есть ли хобби в эскурсах? Есть ли хобби в эскурсах? Хобби в эскурсах? Скорее всего, такого хобби нет. Ну, не знаю, может, я люблю в шахмане помиграть. Как-то различные, какие-то логические игры. Но если ты за мировым гонгполом, какой кумир, и есть ли люди на дворце показатели? За мировым гонгполом, в принципе, смешно. Ну, мир, как такового, нету, но у Виталина, игрока, который стоит за сборную Франции и объехал в Адарь. Великолепный, как раз он стоит. Самая памятная, где-то есть миграция, где-то не будет шага. Я не поехал на чемпионат Европы по сборной. Меня не взяли, потому что я был после травмы, чтобы восстановить, чтобы было, скажем, об этом, что и в Адарьке. Какой у нас был раздаватель? Ну да, приходилось, это в 1-3, и автограф, опять же, это было все в качестве предыдущих игрока сборной. И как раз бы чемпионат был действительный, но больше, в принципе, приходилось. Хочу сказать, болельщикам, болейте за нашу команду. Команда очень вам благодарна. Приходите на наши игры. Мы ждем вашей поддержки. Спасибо всем, кто за нас болеет.